Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Стихи Есенина. Утром 127 лет назад в этот день родился Сергей Есенин. И сегодня есенинский праздник поэзии. Хочется читать стихи, прогуливаться по парку, наслаждаться золотой осенью. Пока погода позволяет. Кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 12-14, а днем 20-22 градусов тепла. Сегодня много дат в календаре. И сегодня, во Всемирный день детского здоровья, мы и поговорим об этом. Так как каждый взрослый заботится о своем ребенке и хочет, чтобы он как можно меньше болел. На сегодняшний день самая актуальная проблема – укрепление здоровья детей. Именно в раннем возрасте закладываются основы здоровой организации жизни ребенка на будущее. Физические упражнения, движение, правильное питание, соблюдение личной гигиены должно прочно войти в быт каждого человека. Об этом подробнее расскажет Альбина Курачейнова-Кенжева. Доброе утро, дорогие телезрители. Что может быть важнее здоровья? Ну, конечно же, детское здоровье. Ведь дети – это будущее нации. По такому вопросу мы сегодня обратимся к одному из лучших детских докторов – Ирине Ибрагимовне Узденовой. Утро доктора начинается с обхода маленьких пациентов. Даже если малыши еще спят, Ирина Ибрагимовна проводит осмотр так, что детки и не заметят каких-либо вмешательств. Ласковый и грамотный врач дает тут же свои рекомендации. Диета должна быть богатая железа. Хорошо? Ну, охранительный режим. Старайтесь ни с кем не контактировать. В гости никого не принимать. Сами в гости не хотите. Потому что иммунная система должна восстановиться, ну, хотя бы две-три недели. Хорошо? На месте доктор показывает мамочке, как проводить вибрационный массаж для лучшего отхождения мокроты. Ирина Ибрагимовна дает важные рекомендации по лечению и питанию своих маленьких пациентов. Такой профессиональный подход ведет к скорейшему выздоровлению ребятишек. Весь мир понимает, насколько важно то, чтобы родился здоровый ребенок, чтобы была здорова мама, была здорова вся семья. Вот. И этот ребенок, он должен вырасти здоровым, полноценным гражданином нашего общества. И поэтому очень много внимания уделяется профилактической медицине. Конечно, здоровье будущего молодого поколения начинается со здоровья, прежде всего, детского и подросткового. И, вы знаете, в структуре педиатрической службы есть подростковая медицина. Это отделение подросткового возраста, где, соответственно, декретировано возрастом. Проводится диспансеризация детей, оздоровление, профилактируются многие состояния, которые могут развиться уже в достаточно молодом возрасте. Ирина Узденова просит подходить осознанно к планированию ребенка. Беременность каждая должна планироваться, она не должна быть случайной. То есть семейная пара должна быть здорова, обследована и сознательно подойти к тому, что наступит новая беременность и родится здоровый малыш. Врач рассказала также об огромной пользе грудного вскармливания. Каждую маму, которая поступает к нам в отделение, мы обучаем мерам профилактики, мерам наблюдения за детьми. Мы обучаем, как правильно кормить. Конечно, на самом главном месте, на самом первом месте стоит свободное грудное вскармливание, потому что это долг мамы не только выносить и родить ребенка, она его должна до года кормить грудью. Доктор рассказала, к чему приводит дефицит железа. Очень много анемии, железодефицитных состояний. А известно, что место в молекуле крови, место железа становится свинец, который занимает место и в нервной клетке, и, соответственно, идет нарушение развития в последующем. Потом подумаем, почему задержка речевого развития, задержка психомоторного развития, какие-то отклонения в поведенческие, затрудненное запоминание, понимание в школе. Когда ребенок не может сосредоточиться, конечно, в основе лежат какие-то состояния, которые наблюдались во время беременности, и те заболевания, которые были в первые два года жизни, и те дефицитные состояния, которые почему-то сформировались. Не могу не спросить про детский ковид. Есть ли он сейчас? И как проходит? Конечно, коронавирусная инфекция, которая вот столько страхов была, столько переживаний всего, уже четвертый год, да, она уже перешла в разряд вирусных инфекций, да, заняла свое место. Вообще коронавирусы, они занимают где-то одну пятую в структуре всех респираторных инфекций. Они были, есть и будут, они сопутствуют нашему человечеству, да. Бывают такие всполохи, когда какой-то новый штамм рождается, и который может нести за собой тяжелое течение. При любой вирусной инфекции основная масса, 99-95%, болеют легко или бессимптомно. И определенный процент детей, взрослых, которые имеют какую-то иммунную недостаточность, да, какое-то несовершенство, вот они, может быть, средне тяжелое и тяжелое течение. Также и коронавирусная инфекция сейчас стечается так же. В общем, заболеваемость ниже, чем была даже весной, да, в прошлые годы. Протекает она легче, но вместе с тем нужно, ну, как бы, расслабляться, потому что никогда не знаешь, у кого она потечет, тяжело это заболевание. И даже, может быть, совершенно бессимптомное, легкое, там, насморк был или почихал, или что-то, или отказывался от еды, а через 3-6 недель, через 12 недель может быть какое-то тяжелое осложнение, связанное с перенесенной, легко бессимптомной коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно беречься, нужно побольше находиться на свежем воздухе, нужно проветривать помещение, стараться с маленькими детьми или беременные женщины не должны посещать места скопления, да. Ну, конечно, и свадьбы, какие-то праздники – это очень хорошо, но вместе с тем все-таки нужно думать о том, что, возможно, кто-то будет инфицирован, и он не будет знать о том, что он болеет. И может заразиться много человек, и если это беременная, или пришли с маленьким ребенком, да, или в семье есть маленький ребенок, потому что мы взрослые, у нас уже есть иммунитет, общественность сформировалась, и мы можем просто, может быть, легкое недомогание, я повторяюсь, но мы принесем домой инфекцию, и малыш наш заболеет, и может быть тяжелое течение. Но это не значит, что мы должны всегда жить в страхе, просто мы должны внимательно относиться к окружению, к своему, к себе и к своим малышам. Огромное внимание уделяется детскому здоровью во всем мире. Наша задача – вырастить крепкую нацию. Очень хотелось бы, чтобы детки наши росли здоровыми, полноценными, счастливыми, чтобы каждый из них мог реализовать мечты родителей, бабушек, дедушек, потому что ведь мы все маленькая семья, и мы все большая семья, и хочется, чтобы всем было хорошо, все были довольны и здоровы. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. А сейчас перенесемся в Париж. Хочется сказать – увидеть Париж и умереть. Или произнести известную фразу из фильма «Форест Гамп». Париж – это самая большая коробка шоколадных конфет, каждая из которых удивительна и непредсказуема. Ведь никогда не знаешь, какая начинка окажется внутри. А архитектура Парижа – это история, застывшая в камне. Сегодня мы расскажем о вернисаже работ ногайского художника Сраждина Батырова, который прошел недавно в набережной Бренли в Париже. Выставка была посвящена жизни и творчеству этого талантливого художника, писателя, модельера и общественного деятеля. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашел отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. На культурном событии в Париже побывал и его ученик, известный скульптор, заслуженный художник Карачаева-Черкесии Кошали Зарманбетов. Своими впечатлениями он поделился с моей соведущей Белой Джозаевой. Добрый день, Кошали! Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, впрочем, как всегда. Повод для нашей встречи, он просто замечательный. Мы в наших выпусках новостей говорили о том, что в Париже состоялась выставка известнейшего художника, модельера, поэта, графика Сраждина Батырова, а вы его ученик. И в составе делегации нашей республики вы тоже стали участником этой выставки. И для начала я, конечно, хочу спросить, как всё прошло из первых уст? Как выставка состоялась? Кто её организовал? Эту выставку, до этого она была Бельгия год назад, тогда приглашали, но не смогли поехать. В этот раз состоялась Париже. Париже – это духовный центр русской культуры. Самый центр, где Эйфелев башня, красивые места, где сено. И людей бывает там очень много. И они постоянно приходят на эту выставку. Выставка открывалась два часа, и до шести часов мы были там. Да, иногда спрашивают, а были ли переводчики, были ли какие-то люди, которые говорят на нашем русскоязычном языке. Но мы иногда понимали даже без переводчика. Потому что действительно французы, французы в целом, очень любят российское искусство. Я поэтому говорю, почему российское, потому что делегация России, я был один, я представлял Россию. И удивительно то, что они спрашивают. Мы вначале думали, ну, национальные костюмы, национальные эскизы костюмов, художественные работы, мои графики, а что они у меня могут увидеть? Ну, им было очень интересно, потому что они познавательные люди, люди очень, которые хотят узнать много. И даже, вот, особенно костюмы, не говоря о работе, они ощупывать любят. Из какого материала, какие там узоры, какие там орнаменты. И нам приходилось все это отвечать, интересно, позитивно обменивались, как бы, ответом и расспросами, потому что они любят задавать много вопросов. И действительно, вот эти, сколько там, четыре часа проходит, как бы, быстро. А в другие дни мы опять приходим, опять же, вот сколько откроют. Так неделю я был там. Кошали, на ваше творчество, да и вообще на вашу жизнь, какое влияние оказал этот талантливый человек, Сраждин Батыров? Сраждин для меня был именно учителем. Чем? Он, когда мне первый раз сказал, что ты должен быть скульптором, а я был мальчиком, 12-13 лет, который в то время, знаете, мне доступны были не только книги, но и какие-то даже работы, и какие-то даже художники, у которых можно было спросить, а как лепить, как начать его, еще какого материала. Поэтому он меня не просто, я всегда говорю, учителем, он духовно учителем. Он давал то, что я сегодня этим, как бы, живу. Мы все знаем, что Париж – это одна из столиц моды, но там очень много культурных событий происходит. Вот это знаковое событие, которое прошло в Париже. Понятно, что вы там увидели много интересных работ. А помимо вот этого мероприятия, где вы были, что вы видели, как для скульптора, что вы почерпнули из этого города? Первый день, конечно, мы поехали, там были наши люди, которые меня проводили, встретили вначале. Это был 16-й регион, очень место для богатых людей, в основном для посольств, потому что везде флаги там. Даже если там где-то видят каких-то людей непонятных, тут же звонит полиция, они их убирают. Поэтому я ходил гордо, я ходил истинно познавая не сколько архитектуру, сколько видами Парижа, потому что мне важно было то, что проходили по истории, по телевизору, то, что я видел, как же на самом деле эти дома, и каком они впечатлении, какие скульптуры там находятся, какие музеи там находятся. Поэтому для меня было отрадно, что дома больше, чем Санкт-Петербург. Поэтому я понимаю, это аналог был, как бы Петр Первый основал, но там действительно высокий, огромный музей, много очень скульптур в этих музеях. Даже можно не заходя, поливаться, взять то, что нужно, и пойти дальше. Но так как я скульптор, как вы сказали, мне интересно было увидеть моих любимых скульпторов, которые у меня еще там, когда я учился, говорили, показывали. Это Великий Орден, конечно, у него музей я был. Прямо в ауле, где вот заходишь, там ели, там скамейки, и находится мыслитель прямо на улице. И я наслаждался этим видом, видел, как люди приходят, снимаются. Потом вот это бронза, вот это окисление бронзы. Мне вот удивительно было, я всем рассказываю, что они не моют, не чистят эти скульптуры. У нас в России обычно какие-то моменты их, понятно, окисляются, понятно, они как-то портят. Но мне было отрадно, что они говорят, мы хотим принять так, каким они есть. То есть природа их как бы доделывает. Скульптор или художник это сделал в свое время. Поэтому отрадно было, конечно, видеть работы Сальвадора Далии. Все работы, которые я как бы так оказал, что пока я был неделей в Москве, пока визовая часть шла, бумажные дела, билетная сторона, которыми помогали наша диаспора там, потому что, сами понимаете, очень выросли цены. Я был в Русском музее, в других музеях, и смотрел только французских художников, скульпторов. Само собой, Родена, там был граждан Кали, там Гипсовы, а там я видел оригинал, потому что оригиналы везде я говорю, что невозможно не сравнить. Поэтому у нас сейчас у специалистов, когда мы идем, мы всегда смотрим кухню данных скульпторов. Допустим, у Сальвадора Далии было как бы три работы, которые он как бы подготовил для литья. Я думал, то, что нас учили, как бы она по-другому сделана. Нет, то же самое. Я думаю, когда видят наши как бы ценители, да, работы именно с Сальвадора Далии, да, прекрасные работы, бронзовые, других материалов, же описано, очень много было там, инсталляций очень много было, которых я до этого не видел. Вот инсталляции, ее очень-то не показывали. Поэтому я, когда увидел, что он, помимо, все еще, ну, может, Пустяне выставили, не знаю, музей-то был Пустяне, а может быть, когда-то он там работал, об этом просто не говорили. Вот эту кухню, когда я увидел, я даже обрадовался, думаю, эти работы, да, хорошо, полированные, красивые, но мне нужно было, важно вот эта часть, потому что не отстаем ли мы в каких-то моментах. Париж и другие страны Европы надо ездить, надо увидеть, особенно нам, профессионалам, потому что она дает, знаете, какой тонус очень хороший, яркий, что мы не отстаем, что мы где-то не остались, да, интернет смотрим, да, видим, как работают другие, но эти, как говорят обычно, те люди, которые, ну, хотелось бы еще увидеть работу Миколанджу, дай Аллах, тоже будет, наверное. Поэтому вот этих мастеров моих любим, увидеть работу и получить впечатление, то, что я получил. Поэтому дай Бог, что все ездят, все видят. И действительно, они недоступны, они недоступны в чем, что? В том, что они далеко, во-первых. Во-вторых, музей не выставляет то, что нужно нам, как я уже говорил. Поэтому, когда вот увидишь на расстоянии, и когда вот обозреваешь и смотришь, как он делал, даже чувствовал, как будто он потел, как будто он там вдохновение был, как будто он вырезал, да, тем более у нас сейчас есть много болгарок, много таких струй, которые он может применить. А у Миколанджу, я знаю, никаких таких струй не было. У него были скорпель, молоточек, и он, вот этот крут, он же делал 2-3 метра. Представьте себе, это надо было поворачивать. Но мы, когда мне пошли сливы, когда мы делали аллею героев, когда делали многим нашим героям карачаевское, из нашей камня, гранита, тоже мы его поворачивали. И тогда подумали, действительно, древние греки, древние римляне, когда делали работу, они просто применяли свою силу, потому что там машины и так далее. – Тяжело. – Да, тяжело очень. Потом всё равно переворачивали, не сломая. Тем более, много работы, особенно Миколанджу любил показывать детали, пальцы, уши и так далее. Поэтому не ломать случайно. То есть, я понимаю, у него тоже, может, бригады были, о которых мы умалчиваем. Да, я его книгу читал. – Помощники какие-то. – Да, 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 книгу я читал, Мухи и Радость его, да. Но всё равно, когда ты не видишь, когда он делал, я просто впечатление, как признал, представляю, как он делал. Надо всё время работать. То есть, не считать, сколько ты делаешь. Поэтому вот эта поездка мне ещё обернулась тем, что я хочу ещё больше делать. Ещё больше делать именно работы, которые посвящены просто людям, человечеству. Чтобы всегда был у нас действительно на земле мир, чтобы радовались, да, любили друг друга и были востребованы. Меня так научили. Я, наверное, больше всегда держусь в себе, открываю своим ученикам, как надо дальше делать, да. Потому что не сразу надо хвататься, надо немножко посмотреть. Вот я сколько был в Беналях, много же маститых, да, им как бы ничего не означает, что Америка, что Франция, что Америка, а я, может быть, несколько разъездил, да, но, по-моему, великая школа, посмотреть, а как же они делают. Кто-то начал болгарку, начал сразу резать, вырезать. Другой начал скорпелем. А я хожу 2-3 дня, а потом беру какой-то кусочек того материала, который мы должны делать, дерево или камень, или другой материал. Я начинаю маленький эскиз. И я уже несколько раз увидел, что эти зарубежицы, вы, говорят, как-то там постепенно... Подрыв, да. Да, да, очень, говорит, подход у вас деликатный. Даже один потом заметил, говорит, вы, наверное, преподаватель. Я говорю, откуда знал? Ну, вы же, говорит, тактично подходите. Я говорю, спасибо, говорю, если преподаватель узнается, как бы на расстоянии. И обязательно мы должны память о моем учителе, о нагайском художнике, о российском художнике, с рождения Батырева, дальше передавать и сохранять, потому что ее работа уникальна в чем, что он даже, закончив обыкновенное училище в Махачкале, имени Джамала, ему направление дали Питер в академию. Но когда он посмотрел везде, как работает, он говорит, нет, я не буду. Я уникальна в своем. И он был прав. Даже мне, когда много говорил о том, что надо брать у народа, изучать те же орнаменты, не говорить другие, да? Питере тоже... Супадила? Великий художник говорит, ты что там берешь, мы же тебе здесь даем. А потом, когда интернет появился, когда я уже связывал с своим преподавателем, они сказали, вы все-таки были правы. Я сказал, не я, а мой учитель с рожденным Паттером. Потому что он в своем время видел, как надо делать, как надо стараться показывать. И при этом, когда все это есть, даже то, что оляпись поверху, в хорошем народном, я не боюсь этого слова, они описывают хорошие, но внутри есть крепкая броня европейская школа, всем будет узнаваемо. Но если будет наоборот, наоборот, да? Да, они воспринимать будут, но все равно будут спрашивать, а что же там, а что же там. Поэтому должен быть объем, баланс громадный. То есть прекрасная школа, прекрасная национальная мотива, которая должна быть. Я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю вам новых поездок, новых выставок. И желаю творческих успехов. Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели и встретимся завтра.